Левые монеты лежат у большинства коллекционеров старых, и, значит, особенно это касается вот те 2000-е, там уже начало 2000-е, там 2000-е, первый, второй, там, ну, с 90-го это пошло, особенно касается это юбилейных монет. Значит, тогда, да, этих китайских монет не было левых, вот, их не выпускали, значит, но были левые, значит, это ростовские копии, значит, юбилейка массовая, между прочим, и редкие монеты. Значит, и что происходило, когда вот это вот на начале, вот это вот, когда только-только начиналось, еще, значит, коллекционеры, значит, эксперты, там, значит, так сказать, особо не обращали внимания, никто не ожидал, что, ну, такие левые монеты, никто бы, ну, никто особо не всматривался в эти монеты, значит, это уже вот после, там, шестой, седьмой, восьмой год, и дальше уже, там, после десятого уже тщательно это все пошло, значит, рассматривать, изучать все это. А до этого, да, там, в основном, да, серебро, все там взвесили, все нормально, все впадает. Особо никто не это не сматривался. И очень большинство, значит, очень большинство коллекционеров, старых коллекционеров, которые даже не в курсе, у них большинство монет, они все левые. И причина тому, что это, как сказать, неожиданность. Никто не... Ну, это вот как раньше было, знаете, как вот слабированные монеты. Там, и вот я даже вспоминаю, лет 10 назад там даже, да, там, 2000, даже лет 15 назад. Там вот все, монета запечатанная, к нему вопросов нету, как бы, да. Все думали, что все, если монета запечатана в слабе, все, никаких вопросов быть не может. Она 100% подлинная. Также и этого было там после 90-х, там, 90-х были очень много юбилеев, ну, юбилейных монет, значит, памятных монет напечатанные, ну, ростовские копии, очень качественные, между прочим, там, из золота, из серебра, все как положено. Не так, как сейчас вот это вот железки какие-то 30-рублевые. Я говорю, сейчас я имею в виду про качественные копии, значит. И эти копии все это оседает и сидят, лежат у старых коллекционеров, даже не подозревая, что у них это все фуфло. Значит, потому что вот ко мне ходят, ходят. Я выясняю, что вот люди искренне говорят, там, я покупал 2000-е, я покупал, значит, 90-е, значит. И вот. И это все ростовские серебряные качественные копии, значит. И вот причина, вот что я хочу сказать, причина тех времен, это последствия того, что люди тщательно не всматривались, не вдавались подробности, никто не, ну, подхода не было, что вот, что это, возможно, левые, как бы, да, нет такого, ну, не было такого, да, и монеты были дешевые, как бы, и не было нужной, как и с этими слабыми, да, все, монета запечатана, и все, вопросов нет и быть не может даже в голове у меня, чтобы слабее лежала левая монета. Поэтому сегодня это все потихонечку всплывает, друзья, там, старые коллекционеры приносят, либо продают, либо их не родственники продают, продают, значит, и это все всплывает. Поэтому, значит, когда говорят, что там, вот, у меня там 30 лет лежит, 20 лет, ну, это я понимаю, да, человек, может, и не врет, и, скорее всего, не врет, но это может быть, значит, 50 на 50. Вот имейте в виду, значит, коллекции тех старых времен тоже там были, значит, копии редких монет качественных, и особенно это юбилейка. Там коронации, там Александра, Николая, там все славные годы и так далее, и так далее, там особенно без гурта монеты, там, значит, колонны, Александра и так далее, юбилейки. Поэтому обращайте, друзья, внимательно, монеты изучайте внимательно, обращайте внимание, изучайте внимательно детализацию монет, значит, если есть у вас качественная лупа и хоть что-то вы соображаете, я думаю, вы, если есть какая-то настороженность, вот, ну, что-то не то здесь, то лучше не брать, и в сторону лучше не брать, да. Поэтому будьте рдительны, всем удачи, хорошего вечера, берегите себя и своих близких, всем добра. Там, не потому что эти люди, там, вот те люди, у которых это все лежит, они не то, что вас обманывают, они, да, он может и не знать об этом, понимаете. Поэтому он покупал их как настоящий и продает как настоящий, да, и даже у него в голове нет такого, что у него это левое. Поэтому судить этих людей нельзя. Ну, истина сегодня у нас одна. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok